Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио. Сегодня у нас 20 января 2016 года среда по одному из современных календарей, а по одному из старинных 40-го день месяца белого сияния, покоя мира, 7500-24 лета, понедельник. Начинаем живой эфир, который будет посвящен теме истории религии со времен Рюрика. Главный соведущий Сергей Альбертович Саль. Здравия, Сергей Альбертович! Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте, радиослушатели! Очень интересная, на мой взгляд, тема, но как-то звучит, наверное, не очень привычно современному человеку. Все-таки история религии в России, это, ну, как-то воспринимается так, ну, вот были различные святые приходили, апостольные, равноапостольные, которые что-то привносили, потом было крещение и так далее. А Рюрик здесь при чем, наверное, у большинства людей встанет вопросом? Ну, вот давайте начнем с того, почему, вообще говоря, ведическая вера древнерусской цивилизации распалась на разные религии. И почему произошло разделение языков? Это процессы взаимосвязанные. Значит, вот если посмотреть на, скажем, исследование таких памятников древнерусской культуры, как Дальмена, то оказывается, что они существовали вперед примерно с 4 до 2 тысяч лет назад. Потом эта Дальменная культура полностью исчезает. Ну, вот о чем это говорит? Что были какие-то страшные периоды в истории человечества. Происходили либо войны, либо катаклизмы, которые приводили почти к полному исчезновению цивилизации. Вот такая глобальная катастрофа или глобальная война произошла примерно 2 тысячи лет назад. И описана в эпосе Махабхарата, ну, а также в легендах Греции и Рима. Так что, в общем, процессы эти, которые происходили, сейчас не очень понятны. Ну, во всяком случае, можно говорить, что эта война была инициирована демоническими силами. В результате почти вся цивилизация примерно 2 тысячи лет назад была уничтожена. И вот на обломках древней ведической цивилизации возникли новые образования. Такие как Шумер, Древний Египет, Вавилон, потом Рим, ну, потом Европейские государства. История Руси в этом смысле, вообще говоря, неизвестна. Потому что она затерта, изъята из памяти поколений. И вот вся эта история, начиная с Шумера, была переписана и перенесена в веков. То есть сейчас считается, что Шумер основан чуть ли не 4 тысячи лет до Новой Эры. На самом деле, как показали исследования многих ученых, ну, в первую очередь, титаническая деятельность Фоменко и Носовского, показала человечество в том виде, в котором она описана, в современных учебниках, на самом деле довольно кратка. И занимает период примерно полторы тысячи лет. И вот за эти полторы тысячи лет в человечестве произошло разделение ведической веры на различные религии. В том числе возникли такие оккультные сатанинские течения. В Индии возникли, потом на Ближнем Востоке, в Египте, а потом они перекочевали в Европу. И вот до сих пор то, что мы наблюдаем в мире, это идет духовная война, настоящая духовная война сатанистов со всем человечеством. Вот как говорил лет десять назад митрополит Одесский Агафангел, абсолютно все происходящее в мире имеет причины духовные, а последствия апокалиптические. Вот, к сожалению, несовременные политологи, не экономисты, тем более политические деятели не принимают в расчет этот духовный фактор. А ведь на самом деле то, что происходит в мире, определяется вовсе не экономикой и не политикой, а все определяется духовными причинами. На самом деле современная внутренняя, внешняя и глобальная политика это, в общем, следствие или программа, которую выполняет антихристианская элита. На самом деле она сатанинская. И вот без понимания этого фактора, в общем, невозможно выйти из того кризиса, в котором мы оказались. А сейчас можно говорить уже не о кризисе, а о приближающемся к крахе и России, и всего мира. Вот без понимания этого духовного фактора сделать это совершенно невозможно. Я вот могу сказать так, что сейчас у нас, по-видимому, только единственный экономист говорит о духовном факторе. Это Валентин Юрьевич Катасонов. Ну, вот его называют больным православием головного мозга. Конечно, православные догматы не позволяют полностью понять, что происходит в мире, но тем не менее православная оценка происходящих событий дает гораздо более правильную картину, чем ту, которую могут дать атеистически настроенные политологи, экономисты и так далее. Или вот взять, скажем, такую писательницу Татьяну Васильевну Играчеву, которая была заведующей кафедрой в Академии Генерального штаба. Вот она написала цикл книг и статей, где, в общем-то, она говорила о том, что планируется большая религиозная война на Украине, война русских с русскими. И действительно, эта война планировалась долго как украинским, так и российским олигархатам. То есть, все это готовилось заранее. И, к сожалению, ни наши патриотические силы, ни наши военные совершенно не были готовы к этим событиям. То есть, они даже не поняли смысл происходящих событий. А ведь Татьяна Васильевна Играчева была обвинена чуть ли не в антисемитизме. Была такая статья, которая называлась «Антисемитская бомба в Академии Генерального штаба». Хотя, на самом деле, ничего антисемитского в ее произведениях я не нахожу. Более того, все эти компании ведутся людьми антихристианской направленности. Если вспомнить, скажем, высказывание того же Абби Фоксмана, президента антидеформационной лиги, а антидеформационная лига по всему миру возглавляет борьбу с экстремизмом. Ведь эта организация, на самом деле, расистская. Так что, вот видите, расисты обвиняют в экстремизме тех, кто к экстремизму не имеет никакого отношения. На самом деле, все обстоит как раз наоборот. Или взять, скажем, того же Эдуарда Ходоса. Он давно предупреждал о том, что на Украине готовится война в связи с планируемым пришествием Антихриста в мышах. Опять же, особенно никто из политологов, экономистов, наших военных и вообще наших патриотов не обратил на это внимания. Но к чему это привело? К катастрофическим последствиям. Ведь, понимаете, что произошло на Украине, в Донбассе? Погибло более 100 тысяч человек. По некоторым оценкам, даже порядка 150 тысяч. Более двух миллионов беженцев. И никто не отвечает за эту трагедию. А, в общем-то, причины в этой трагедии духовные. Это, в общем, не политика и не экономика. Это религиозная война. Так что вот, чтобы понять, что происходит в современном мире, конечно, надо брать, рассматривать истоки. Истоки как христианства, так и мусульманства, так и истоки вот той религии, элиты мировой. Которая вовсе не иудаизм, а её принято относить к сатанизму. Это религия паладизма. Поклонение идолу Бафомета или дьяволу, сатане. В общем, это не отрицается никем. Открыто афишируется. И, в общем-то, строится новый мировой порядок, на самом деле, в мире. То есть, царство антихриста, царство сатаны. Вот что происходит. Так что вот без этого религиозного фактора и понимания того, что произошло с человечеством за историю, которая описана в учебниках. На самом деле, это не более, чем полторы тысячи лет. Понять то, что происходит в современном мире и к чему идёт человечество, невозможно. Вот такая примерно получается картинка. К сожалению, до сих пор мало кто из наших аналитиков обращает внимание на духовную сторону проблемы. Без неё никакого понимания и никакого выхода из сложившейся трагической ситуации не существует. Вещи, о которых вы говорите, достаточно страшно звучат. Даже не то, что звучат, а звучат они могут как фантастика какая-то. Но когда человек начинает осознавать, это становится несколько не по себе. Это что же получается? 2000 лет назад кто-то нас загнал, грубо говоря, в каменный век. После этого, пользуясь нашей немощью, взяли и поработили нас, вбивая нам в голову различные религии античеловеческие. И теперь, получается, через это, когда уже послушные рабы размножились, нами управляют как каким-то стадом барадом. Выходит так. Ну да, именно на этом основана теория нового мирового порядка. И ещё ведь существует гораздо более страшная и непостижимая для неподготовленного ума вещь. Ведь все эти программы – это программы нечеловеческих сил. Я вот в своё время познакомился с исследованиями Исаака Ньютона по апокалипсису Откровения Иоанна Богослова и книге пророка Иоанна Богослова. И, в общем, убедился в поразительных вещах. Оказывается, исследования Ньютона были приняты масонством и легли в программу всех трёх мировых войн, которые мы наблюдали. А ведь сейчас идёт Третья мировая война. Это официально объявлено Папой Римским. Ведь, согласно исследованиям Ньютона, было совершено первое жертвоприношение, Первая мировая война. До этого был призыв к евреям возвратиться в Палестину. Это произошло в 1897-1898 годах. Ньютона позначила даты второго жертвоприношения Второй мировой войны и дату основания государства в Палестине. Израиль. Это всё было расшифровано по древним книгам Исааком Ньютоном. Что на самом деле писалось в этих книгах, и проблема датировки этого вещь, вообще говоря, настолько запутанная. Но, тем не менее, масонство стало руководствоваться этими разработками Ньютона. А если брать другие программы, это уже программы мировых банкиров, это план банкиров, Новый Завет Сатаны, план Альберта Пайка, Чёрного Папа масонства, трёх мировых войн, вот все эти планы, они уже более детально, чем у Ньютона, описывают план происходящих событий. И если вот человек осознает это, и осознает ту степень безумия мировой элиты, то вообще говоря, этот процесс можно было бы остановить. Но сейчас он идёт старшими темпами. И, к сожалению, Россия с ушами нырнула в этот процесс. руководство не хочет из него выйти. И, в общем, человечество, ну и Россия в том числе, движется к полному краху. К сожалению, получается такая картина. И главное, что абсолютное большинство человечества не осознаёт, что происходит. Сергей Либертович, тогда такой вопрос. Хорошо. Если, к примеру, появляется у высших руководителей России желание и чувство необходимости выйти из этого кризиса, выйти из этого состояния подчинённости и самоуничтожения, что на их месте необходимо сейчас первым делом сделать? Ну, знаете, давайте я вот вспомню известные замусоленные теперь слова Конфуция. Миром правят знаки и символы, а не слова и законы. И действительно это так. Но, к сожалению, если мы возьмём символику современной России, то увидим, вообще говоря, страшные вещи. Вот в 97-м году у нас появился паспорт нового образца. Это время так называемой семибанкирщины, когда вся власть в стране перешла к нескольким банкирам, которых опекали, естественно, из-за рубежа, в основном из Америки. И в то время действительно провели страшные вещи, вот как паспорт нового образца. Ведь в нескольких страницах этого паспорта есть изображение идола Бафомета с пентаграммой, с рогами, с пламенем на голове этого гермафродита. В общем, совершенно страшные вещи. О чём это говорить? Что люди, которые проводили такую символику, на самом деле строят царство сатаны или царство антихриста. И то же самое произошло несколько позже с эмблемой нашей правящей партии «Единая Россия». Ведь там тоже при медведе спрятано изображение Бафомета, а на его ногах, на иврите написано перевёрнутое слово «Иисус». То есть, опять же, эти люди вполне открыто заявляют, что строят у нас царство антихриста. Вообще говоря, это чистой воды экстремизм, потому что вот такие вещи это оскорбление не только всех христиан и мусульман, это оскорбление и всех иудеев, потому что иудаизм мало имеет общего с теми сатанинскими сектами, которые сейчас правят миром. Так что, вот если бы у нас соблюдалась буква закона и нашлись смелые права веды, то надо было бы начинать с искоренения всей этой сатанинской символики, ведь она присутствует у нас много где, на эмблемах практически всех больших государственных и полугосударственных предприятий, таких так, Газпром, там, Роснефть и так далее, то есть, это открыто провозглашается, ведь в свое время Российская империя была спасена тем, что запрещалось масонство, запрещалась такая символика, сейчас она открыто распространяется и именно такой символизм направляет Россию в царство антихриста, на полную погибель, вот начать бы, конечно, надо было с того, чтобы искоренить эту символику, и более того, ведь люди, которые это распространяют, их можно было причислить к самым настоящим экстремистам, со всеми вытекающими запретами на такую деятельность, на деятельность таких партий, организаций, вот с этого надо было бы начать и вести люстрацию, то есть, отделить вот таких людей от руководства страной, если это не будет сделано, то действительно сумасшествие этих людей приведет к полному краху из страны и всего мира. Хорошо, получается, значит, назначен комитет, вот Грубин говорит, я пришел к власти, да, я президент России, я назначаю комитет, какую-то группу, которая выявит всех таких товарищей, которые эти символы распространяют, принадлежат к этим ложам, к этим структурам, их из президентского окружения вывел, из правительства вывел, из других каких-то управленческих структур вывел, направил, грубо говоря, в тайге снег убирать, дальше следующее, что необходимо сделать? Вот, вы понимаете, ведь такая символика определяет идеологию нашей страны, идеология, получается, что идеология у нас на самом-то деле, которая провозглашена элита, идеология сатанинская, но ведь, если мы будем касаться деятельности нашей православной церкви, то тут тоже далеко не все хорошо, вот, ведь, знаете, наверное, что в 2014 году русская православная церковь подписала совершенно страшный документ, это Стразбургский референдум о создании новой планетарной религии, вот, когда я почитал этот документ, у меня просто волосы на голове встали, это чисто сатанинский документ строительства нового мирового порядка, все в духе того, что описано Джоном Коллиманом в книге Комитет 300, вот, и самое страшное, что этот документ от русской православной церкви подписал архиепископ Иларион, которого многие считают нашим будущим главой православной церкви, это, в общем говоря, полное предательство православия, это путь к погибели, к путь к погибели и православного народа, и православной церкви, да вообще говоря, и всего мира, и вот, все это сделано втихую, об этом мало кто знает, но это надо также все это широко огласить, потому что то, что происходит в нашей православной церкви, это страшный процесс, это уже нельзя назвать экуминизмом, как было во времена Алексия Второго, это уже переход к полному сатанизму. Да, но ведь государство не имеет права вмешиваться в дела церкви, поскольку церковь отделена от государства по закону. Дело в том, что этот документ подписан и лауреоном не только как представителем православной церкви, но и как представителем России. То есть, здесь этот договор, или этот стражбургский референдум, это договор как церквей, так и европейского экономического сообщества, так и правительств России, Греции, Кипра и так далее. То есть, это одновременно договор и церквей, и договор правительств. Так что, видите, на самом деле в этом договоре ничего не отделяется. Это тоже, в общем-то говоря, нарушение нашей Конституции. Не, но если уж так быть честным с собой, то мы всегда знали, что церковь, вот в том виде, как она появилась давным-давно, это был один из комитетов управления людьми, который был при государстве, и очень часто под церковью было само государство. Поэтому здесь меня, ваши слова, нисколько не удивляют. Просто я с точки зрения Конституции, как это воспримут, к примеру, вот я, опять же, я президент, разобрался с этими товарищами, они тайгу уже там убирают, теперь я дальше прихожу к господам церковникам, говорю, что же тут наделали? Только давайте идите сюда, вызываю их на ковер, делаю взбучку, встряску, и тут поднимаются, значит, противники мои, которые были за масонов и за тех вот товарищей, которые в тайге, и поднимаются множество верующих, говорят, почему вы трогаете наших руководителей? Тут же может возникнуть, ну, очень серьезная проблема, с которой Майдан, это вообще детский лепет, может показаться. Конечно, в царской бы России все это решалось бы сравнить на легко, потому что государь, он был одновременно и, так сказать, наместником Божиим в нашей стране. у нас в России сейчас не так, несмотря на то, что, опять же, люди, которые руководят миром, антихристиане, хотят посадить на наш трон своих представителей, вот, то, что у нас происходит, когда пытаются на трон посадить гагенцолерам, вот, именно такой процесс, то есть, они хотят посадить на трон представителей антихристианской элиты, то есть, их марионеток, и уже вот в этот антихристианский процесс вовлекается не только политическая, но и духовная власть в стране. Вы знаете, что происходит? Это действительно сращивание политики и церкви и идет в одном направлении, то есть, приближает наш мир к царству антихриста, но к полному краху. Тогда еще один вопрос. Вот, в древности, когда церковь стала появляться на Руси в том виде, как вот мы ее привыкли в школе воспринимать, да, когда мы говорили, все-таки вот это двоеверие, там еще было, что-то ведическое присутствовало, какие-то обряды, церковь не так глубоко вникала в некоторые моменты, ну, как нам объясняют. На сегодняшний момент мы уже не имеем права говорить в своей стране о том, кто мы такие, какая у нас прошлое, что у нас ведические корни, нам ставят как-то вот преграду. Или ты атеист, или ты вот в церкви. Никакого варианта ведического уже не предлагается. А если ты начинаешь говорить про ведическую культуру, тебе говорят, ты какой-то сектант, ты что-то выдумываешь и так далее. Ведь это тоже надо учитывать сейчас. Да, более того, ведь наши священники, представители Московской Патриархии, они прямо причисляют всех исследователей ведической цивилизации, всех ведистов, наших староверов и так далее, к язычникам. А второй шаг, это они приравнивают язычников чуть ли не к сатанистам. вот такая картина, которую выстраивает наша православная церковь. Почему это происходит? Главная причина в том, что эти люди не понимают и не знают историю ведической цивилизации. То есть, они действительно думают в духе западных учений, что русский народ тысячу с небольшим лет назад жил на деревьях. И вот пришли европейцы и научили нас и языку, и религиозным законам. То есть, они до сих пор считают, вот как наш патриарх Кирилл, что русские были страшными, грубыми, необразованными людьми. Люди второго сорта почти злые. Говорящие на непонятном языке. Да, если дословно, это именно так. А ведь все с точностью наоборот было. Вся европейская цивилизация возникла из древнерусской цивилизации. Все языки возникли из древнерусского языка или древнего санскрита, прокрита, как угодно можно называть. То есть, вот до какой степени у нас извращена вся история. И ведь люди, воспитанные на наших учебниках, воспитанные в наших духовных академиях, они до сих пор так считают. Это действительно трагическая ситуация. Печально. У нас еще две минуты до музыкальной паузы. Все-таки хотелось бы вернуться, вот такую затравочку к следующему нашему, к следующей нашей части дать по поводу все-таки Рюрика. Итак, вот 2000 лет назад это по сути каменный век, который мы все оказались, оставшиеся наши предки оказались после какого-то или катаклизма, или развязанной войны, как вы сказали. И вот мы приходим к тому, что появился какой-то человек, который стал как-то консолидировать. Вот правильно я понимаю, что вы сейчас хотите сказать, что это был как раз Рюрик? Или я как-то ошибаюсь? Да, безусловно. Вот исследования, которые проводятся в последние годы, и в том числе исследования Валерия Алексеевича Чудинова, они говорят о том, что действительно на времена Рюрика приходится пик этой цивилизации. Но уже потом пошел разброд, и в общем это привело к трагическим событиям. А цивилизация эта была действительно построена совершенно на других принципах. и как это ни странно, совершенно на других технических решениях, на других технологических достижениях. Вот в том числе сейчас уверенности можно говорить, что во времена Рюрика и даже во времена Христа, то есть еще каких-то там 800 лет назад, 800-900 лет назад еще существовали летательные аппараты, Виманы, Вайтманы, и вся Земля была связана с помощью вот таких быстродействующих аппаратов. Управление Земли происходило совершенно не так, ведь во всех районах земного шара одна мегалитическая культура, одна религиозная культура. Вот это еще сохранялось где-то 800 лет назад, но потом с пришествием на Европу сатанизма все пошло по трагическому пути, и этот процесс конечно был заторможен Христом, и Христос в этом смысле это человек, который продлил существование нашей цивилизации как минимум на несколько столетий, привел действительно к расцвету европейской культуры, так что вот те люди, которые говорят, что христианство это иудохристианство, что это какой-то заговор, чтобы поработить народы, они в общем совершенно не правы, потому что на самом деле христианство оно выросло из ведизма и было ответом вот на тот захват Европы сатанистами, если бы Христос не пришел, то трагические события в Европе потом во всем мире произошли бы гораздо раньше. Понятно, но давайте сейчас такую затравочку мы внесли, такую интригу, о чем будем говорить в следующей нашей части, и сейчас переходим на музыкальную паузу. Продолжаем разговор на Народном славянском радио, напомню, что сегодня по одному из современных календарей 20 января 2016 года среда, по одному из старинных 40-й день месяца Белосеяния Покоя 7524-го лета понедельник. История религии со времен Рюрика такова тема сегодняшнего нашего живого эфира главного соведущего Сергея Альбертович Саль. Итак, мы поговорили о том, что в первой части о том, что произошел какой-то катаклизм или война, которую затеяли некоторые не наши товарищи для того, чтобы нас свести в положение подчиненных и разрозненных племен, опустошили землю, и потом со временем стали нами овладевать, и в конечном итоге мы имеем то, что имели. И вот подходим к тому, что была целая эпоха, когда один из, ну, не знаю, как сказать, мессий славянства или руководителей славянства, Рюрик, взял на себя власть и стал управлять. Вот к этому мы подошли сейчас, да? Да, действительно, это был расцвет древнерусской цивилизации, но уже вовсю пошли процессы проникновения тайных обществ в Европу. И, в общем, к чему это привело? К тому, что, скажем, территория Анатолия или современной Турции попала под власть сатанистов, территория Карфагена, Испании, ну, и самое страшное, что произошло на территории Галлии, современной Франции. Ведь сейчас уже нельзя совершенно отмахиваться от того, что сделано усилиями Алексея Хрусталёва. А если посмотреть его знаменитую лекцию «Код Библии взломан», то, вообще говоря, переворачивается сознанием. Но, тем не менее, вот если проверить то, что он разведал, то оказывается вполне логичная и правдивая картина. Действительно, библейские события происходили на территории Галлии, современной Франции. И распятие Иисуса произошло в Париже на горе Монмартр. Но как же быть со множеством икон, картин, изображений, где место распятия находится на проливе Босфор? Вот действительно очень интересная загадка. С одной стороны, можно считать доказанным, что библейские события происходили на территории современной Галлии, в основном в окрестностях Парижа и в самом Париже. А что же тогда происходило на Босфоре? В общем, во всяком случае, я прихожу к выводу, что были два события. И об этом же говорят труды такого следователя, как Николай Левашов и его жены. Ведь что произошло? Произошло распятие русского волхва или князя на проливе Босфор в Иудейском царстве. А дальше ученики Христа, его жена и двое его детей уехали на территорию современной Франции. И там стали развивать христианское учение. Но к тому времени власть во всяком случае в Париже и в Южной Франции уже стала переходить к сатанистам. Сатанистам карфагенского происхождения, которые пришли к Франции в основном через Испанию. То есть, это сефарды. Вот эти сефарды, они создали секретные организации. Прежде всего, это тамплиеры. И вот они стали проводить политику захвата Европы. Ну и вот противодействовать этой политике смог учение Христа на самом деле. Хотя сейчас все смешано. тем не менее сейчас можно говорить о том, что произошло два события. Как-то ни странно, в православии вообще в христианстве существует понятие Отца Сына, Отца Святого Духа. Вот если Христос говорил фарисеям, что Отец их дьявол, а фарисеи это парижане, как показал Алексей Хрусталев, то слова Христа надо понимать буквально. Те слова, которые он обращал к Отцу, как бы на самом деле, я думаю, что это был его родной отец. То есть первое распятие произошло на Босфоре. Распятие отца и распятие сына в Париже на Мон-Марте. То есть получается... Вот на самом деле в конце концов это привело к разделению христианства на две части, на восточную и западную. Вот напрашиваю такой вопрос. Все прекрасно, ну может кто-то лучше-то хуже, но воспитывались в библейских традициях. Так вот большинство из людей прекрасно или не очень прекрасно, но имеют представление о том Иисусе, который пришел к Иудеям вот туда в Палестину, туда в Иорданию, в те вот места. И там да, это Иисус и Иса там в исламе и так далее и тому подобное. А мы сейчас говорим об Христе, то есть который по-гречески переводится как спаситель, который не находился там, в Европе. То есть что же получается здесь произошло какое-то смешение и подмена и почему тогда европейцам, которые в то время на греческом особо не говорили, а говорили больше на русском языке, известно, что Европа вся полна русскими нашими надписями на всех артефактах, почему тогда слово Христос присутствует, например, там не волк, не родомир, как это у Левашова написано, или как там спаситель, ну по-русски, а почему слово Христос тогда употребляется? Ну, я думаю, что все происходило по одному сценарию и в восточной, и в западной церквях, но вот на самом деле, вот если брать и исследовать те же названия, ведь сейчас же появилось огромное количество карт, в том числе карт Древней Тартарии, можно проследить огромное количество названий вот на территории Галии, Франции, нынешней, Италии, Швейцарии и Ближнего Востока, и мы увидим, что на Ближнем Востоке таких названий вообще не существовало, несмотря на то, что эти карты очень подробные, то есть произошло перекачивание довольно-таки беспорядочное библейских названий из Галии на Ближний Восток, и происходило это в основном в девятнадцатом, там, может быть, частично в восемнадцатом веках, то есть на самом деле была проведена операция по переносу всех библейских событий на территорию Ближнего Востока, сделано это было совершенно специально, это устраивало с одной стороны как общество тамплиеров, то есть сатанистов, приоракционы это устраивало, а с другой стороны это устраивало и Ватикан, потому что Ватикан вот таким движением хотел укрепить свою власть, и с другой стороны отправить вот всех этих сатанистов туда, на Ближний Восток, чтобы они им не мешали, вот такое странное противодействие происходило, значит, с одной стороны над Ватиканом хотели править сифарды, это вот те же самые тамприеры, с другой стороны туда стали проникать хазары, захватывать финансовую власть, и вот та черная аристократия, которая создавалась сначала во Флоренции, потом в Венеции, в конце концов захватила мир, а ведь все эти программы, как я уже сказал, они продиктованы нечеловеческими силами, вот тот идол Бафомета, который был от имплиеров, на самом деле это механизм по извлечению какой-то информации, все сатанинские ритуалы приводят к тому, что они входят в контакт с потусторонними силами, или с инфернальным миром, и получают от него задания, планы, вот, по-видимому, они получили такой план захвата мира, через то, чтобы изъять из памяти европейцев, то есть жителей современной Франции, Италии, Швейцарии, ну, а с другой стороны жителей Турции, это восточная ветвь, христианство, Греции, всю память о распятии, и перенести эти события в Иерусалим, темплиеры, это строители храма Соломона, с тем, чтобы сделать Иерусалим будущей столицей всего мира, чтобы захватить мир, вот, такая была проведена операция, но в последующем инквизиции иезуиты постарались, чтобы вообще говоря, полностью изъять из памяти человечества вот всю историю связанную с настоящим христианством, вот так были написаны произведения, которые относятся к Новому Завету, разнообразные апокрифы, но уже Ветхий Завет или Тора, это уже более поздняя компиляция, на самом деле, то есть, в общем-то, все библейские события происходили на территории Европы, и они были искусственно перенесены на Ближний Восток, история удлинена в данном случае в случае Христа более чем в два раза, но вся древняя история египетская, история шумерская, они вообще удлинены в 3-4 раза, вот так совершенно переписанная история была. Так получается, те, кто сейчас обвиняют современную церковь христианскую, называя Иуды христианской, они в чем-то право получается, потому что здесь была произведена подмена из учений, которые давал Волх в древней, которого по-разному называют, в Европе, превратили, что, сделали новые какие-то писания, перенесли историю южнее намного, сделали ее для избранного народа и сейчас взяли за основу именно эти уже новые писания. Получается, тогда вот эти упреки от некоторых людей, о которых вы говорили, они или частично, или в какой-то большей степени, но являются правдой. Получается так. Да, думаю, что по отношению католиков и протестантов и вообще современной европейской церкви, скажем, англиканской церкви, такие обвинения имеют основания. Ведь если посмотреть архитектуру древнеевропейских соборов, то с одной стороны это вроде бы христианский собор. Вот посмотрим на тот же Нотр-Дам-де-Пари. Ну, если издали посмотрим, то это вроде бы ну что, католический храм. А если посмотрим сзади, то увидим совершенно сатанинский храм. Страшное архитектурное произведение явно сатанинской направленности. То есть тамплиеры или их остатки, их наследники стали строить в Европе храмы, которые имели двойное назначение. То есть днем там производились христианские обряды, а по ночам шли черная месса. Вот так во многих храмах до сих пор продолжается. то есть так что вот та псевдо-христианская церковь на самом деле она даже не иудо-христианская, она так сказать ближе стоит к сатанизму. Сатанинская получается. Да. А что этого в России никак не коснулось вот эти переделки? Здесь тоже переделки были, много их было и неоднократно и были религиозные войны внутри России, когда кого-то сжигали, на костры посылали, на кол сажали, голову отрубали. Ведь целые войны были религиозные здесь внутри России. Конечно, конечно. У нас действительно произошли серьезные расколы, возникли староверы, старообрядцы, раскольники, действительно и архитектура ведических храмов нарушалась, но тем не менее вот тех страшных вещей, которые произошли в Европе, где в общем бал правили тамплиеры и их наследники. Такого у нас на Руси не было, конечно. Тут нечего сравнивать, поэтому действительно православие сохранило основы той ведической веры, которая была до Христа. Так что в этом смысле вот так прямо сравнивать православную церковь и западную церковь нельзя. Мы действительно поклоняемся разным богам или разному богу. Даже так, да? Получается серьезное разделение. Поэтому то, что сейчас происходит, вот тот этот самый Страсбургский референдум, это совершенно страшный сатанинский документ, который призывает к созданию новой планетарной религии, на самом деле создание Всемирной Церкви Сатаны. Не светлая скажет, а к религии. Так получается, если это подписал вхождение в эту церковь, как вы говорите, Сатаны, один из высоких уровней священник, то получается он уже тогда на чьей стороне-то? Он что, не видел, куда он идет? Я думаю, люди все видят, но они поставлены в такое положение, что им уже отступать некуда. Они подписали определенные обязательства, определенные договоры, и их выполняют. То есть, единственный выход из этого надо, в общем, менять руководство. Это революционный такой ход получается. Да, конечно, огласить то, что на самом деле происходит, потому что наши православные люди не знают на самом деле, что творится без их ведома. Ну да, за их спинами это делается. Так вот, если до 1917 года, до всех репрессий и расстрелов христианских священников, которые, по описаниям, во многом жили более праведно, после того, как убрали старую волну христианских священников, ведь коммунисты, как сейчас принято говорить, упрощенно, они поставили своих священников церкви, которые уже мало имели общего с теми, кто был до революции. И получается, с тех времен это уже третья была реформа церкви, если не четвертая церковная реформа, где уже от того учения древнего, как многие, опять же, говорят, уже практически ничего не осталось. То есть, может быть, в этом как раз скроется тот секрет, почему пошли на такую сделку? Да, наверное, потому что ведь у нас на Руси со времен Никона в общем произошло проникновение иудохристианства в наше православие. Поэтому вот этот процесс, конечно, продолжился и после революции. Но, тем не менее, несмотря на все это, сравнивать то, что происходит в нашей православной церкви, где полно порядочных и действительно истинно духовных священников с тем, что происходит на Западе, в частности в Ватикане, нельзя. Знаете, ведь в Ватикане правят бал самые настоящие сатанисты. Ведь сейчас власть Ватикане перешла в руки главы иезуитов. А иезуиты это именно то течение, из которого произошел орден баварских иллюминатов. То есть, те люди, которые правят миром. И вот сейчас иезуиты пришли ко власти. Кстати, иезуиты прекрасно знают, где происходило распятие Христа и на горе Монмадр в Париже они поставили базилику Секрикер. Вроде бы католический храм, но на самом деле, если посмотреть на стену, там сплошь мегандаиды. так что церковь на самом деле, видите, получается не христианская, а еще страшные вещи происходят в Ватикане. Да, об этом сразу Ольга Четверякова подробно рассказывает, но самые страшные вещи, в общем-то, на что не обращают внимания современные, следует, это что? то, что Ватикане на самом деле правят сатанисты исламского толка. Даже так? Да, 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 исламского толка. Они ходят действительно в мусульманских одеждах, это самые настоящие сатанисты, это можно посмотреть в фильме Иллюминати, там подробно показано, я сам в это не верил, пока не посмотрел, действительно, и вот теперь мы понимаем, что происходит в Европе, почему на Европу направлены толпы мусульманы, почему на самом деле эта тайна или полутайна поддерживает Ватикан, то есть Ватикан вовсю вовлечен строительством царства Антихриста, и это уже изменить невозможно политику Ватикана, но то, что наша православная церковь пошла на самом деле на сгоры с Ватиканом, это очень печально. Да не то слово, то есть получается так лихо сюжетик закручен, что уже мозги не справляются уловить, откуда какие корешки вылезают и куда это все нас ведет. Получается, что да, вот эти все реформы, которые производились в восточном христианстве, они так или иначе уже изменения свои внесли, иудо-христианство, то, что называют сейчас современные некоторые люди, оно присутствует, но в меньшей степени, нежели чем присутствует на Западе. но тогда встает вопрос, возможно ли как-то нам вернуться к тем ведическим корням, из которых выходили вот эти волхвы, которые пытались как-то узаконить нормальное человеческое существование, вот как раз вот тот Рюрик, о котором мы пытаемся сейчас договорить, но все время сваливаемся в современность. Кем он тогда был получается, и возможно ли возврат до рюриковскую ведическую культуру, или хотя бы на уровень Рюрика, давайте об этом немножко еще поговорим. Ну, вот как показывают исследования Чудинова, то он был вообще говоря, главным духовным лицом во всей Европе, был фараоном, фараоном как бы всея Руси, вот такая была его должность, но вот в то времена уже пошли центробежные процессы, развал ведического мира, ну, конечно, эти процессы сдерживались, взять те же усилия, скажем, Филиппа Красивого, а это был родственник наших князей, наших правителей, то, что он сделал, он действительно разгромил тамплиеров, и это спасло, ну, на несколько столетий Европу. И ведь вы знаете, и французские короли присягали уже вот после этих событий на русской Библии. Ну да, которая от Ярослава досталась им. Да, да, да. Так, ну, то, что говорить, это, конечно, многим нашим радиослушателям трудно понимать, необходимо прочесть или хотя бы посмотреть Хрусталёва, то, что он говорит, что там происходило в Европе и какие он привязывает библейские писания к европейским, и получается так, что схожесть с европейскими писаниями намного больше, нежели та, что приписывает библейским вот туда, к востоку, к юго-востоку. То есть, и озёра, и реки, и ландшафт, они больше указывают на то, что это происходило в Древней Галлии, то есть, во Франции, нежели чем в той Галлии, которая уже до Иисуса, как говорят, несколько тысячелетий так её называли. Да, поскольку теперь появились старые карты, то можно это всё проследить. Да, там всё будет. Да, когда что появлялось. Так вот, всё-таки, что же нам лучше, на ваш взгляд, пока ещё несколько минут у нас до музыкальной паузы есть, что же нам лучше, на ваш взгляд, попытаться вернуть Русь к ведическому наследию, которое было вот во времена фараона Рюрика или до него, или вернуть христианство, как оно было до реформы Никона, когда было, ну, то, что называется, двоеверием, или хотя бы вернуть христианство к тому, что было до революции, когда ещё старые священники никоновского формата существовали. И вообще, возможно ли это? Думаю, что возможно, но частично. То есть, по всей видимости, вот те процессы, которые сейчас идут, вот тот процесс предательства верхушки православной церкви, он приведёт к разделению московской патриархии и возникнут течения, которые действительно будут обращаться к настоящему христианству и не пойдут на сговор с сатанистами, не станут строителями царства антихриста. По всей видимости, такой процесс пройдёт, ну, как он будет продолжаться и насколько долго. Ну, во всяком случае, я надеюсь на то, что эти люди найдут взаимодействие и с нашими староверами, с нашими ведистами будут изучать историю и, в общем-то, в каких-то, скажем так, малых объёмах ещё сохранится наша истинная вера на территорию Руси. Ну, всё это будет очень болезненные процессы, связанные с расколом. И тогда ещё закономерный вопрос. Вернее, как, пытаясь от вас получить вопрос и вот такую реплику запущу. Некоторые считают, что ведическая культура это некая религия была. Вот на ваш взгляд всё-таки ведическая культура это религия или это какая-то основа миропонимания, на которой можно было создавать и религии, и социальные какие-то институты и всё остальное. Что, на ваш взгляд, ведическая культура это такое? Да, это основа миропонимания, это система знаний. Знаний, прежде всего, о том, что мы сейчас зовём тонким миром. То есть, механизм взаимодействия человека с тонким миром, о душе, о судьбе души, о судьбе души человеческой и так далее. То есть, те вещи, которые современными атеистами и абсолютным большинством современных учёнов отрицаются. А вот отрицание этих вещей это путь к погибели. То есть, получается, другими словами, что любой русский человек, если он хочет на самом деле быть русским, он должен знать своё прошлое и, в частности, ведическую культуру, которая не противоречит его внутренним взглядам, а наоборот усиливает его генетическую основу. Потому что это не является религией, это именно знание, понимание, ведание этого мира. Получается так. Да, конечно. И отрицать то, что взаимодействие с тонким миром связано с генетическим кодом человека уже нельзя. Действительно, всё определяется генетикой. Но, тем не менее, даже испорченную генетику можно поправить. Опять же, через взаимодействие с тонким миром или путём общения с творцом генетику можно исправить. Так что, на самом деле, в общем-то, не всё настолько трагично. Если процесс примет правильное направление, то, в общем-то, наша цивилизация ещё какое-то время будет существовать. Ну, почему же это космологично какое-то время? Да, к сожалению, процессы приняли необратимый характер. И, конечно, впереди очень тяжёлые времена. Но, тем не менее, я думаю, что цивилизация хотя бы частично сохранится. И, в общем-то, наши боги наведут порядок. Я вот приведу такой пример. знаете, был так называемый Челябинский болид, который был направлен на самое опасное место на земном шаре. На захоронение радиоактивных отходов, где вблизи Челябинска, где было захоронено более 500 тонн оружейного урана, несколько десятков тонн оружейного плутония. Траектория этого болида была направлена точно на этот объект. И самое интересное, достаточно страшное, что было расшифровано Валерием Чудиновым, это то, что наследие этого болида прослеживается надпись, кем он был направлен и для какой цели. Направлен-то он был Богом и голой против Руси. Так что, вот видите, даже в древности, вот когда люди считали кометы и болиды вот такими страшными предзнаменованиями, они были правы, действительно, вот те космические силы, демонические силы, они вмешиваются в историю не только с помощью интернального воздействия, но и прямого воздействия вот таких объектов, которыми они каким-то образом умеют управлять. Но тем не менее, этот болид был сбит и даже указано было, кем он сбит. Он был сбит в общем армией Виман, которые были созданы во времена Рюрика. То есть, во времена Рюрика над землей был поставлен щит, защита от таких воздействий. И уже неоднократно происходило спасание с помощью этого флота Виман нашей цивилизации. Вот то же самое произошло, по всей видимости, в случае Тунгутского метеорита. Тоже он был взорван. Вот то, что произошло недавно. Так что, видите, наши боги или наши предки еще надеются на нас и продолжают нас спасать. И я думаю, когда деда дойдет до большой заварухи, то они вмешаются. Если, конечно, мы встанем на правильный путь, они не махнут на нас рукой. Вот это если очень правильно. Давайте сейчас мы прервемся на музыкальную паузу и потом еще продолжим эту тему разбирать. К тому же вопросы поступают к нам в эфир. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, по одному из современных календарей 20 января 2016 года среда, по одному из старинных 40-й день месяца белого сияния покоя мира 1524 лета, понедельник. История религии со времен Рюрика такова тема сегодняшнего нашего эфира. Сергей Альбертович Саль, главный соведущий, и рассказал для людей неподготовленных, непосвященных довольно-таки интересные истории. То есть, можете в это верить, можете не верить, но уже не один ученый указывает на то, что переписана и ведическая наша древность, переписана и христианство во многом, и разделение на восточную и западную тоже было не просто так, и захваты были там и там, и западные сейчас не трогают, там понятно, что уже происходит. И то, что произошло после многих реформ уже в России, тоже ничему хорошему, как мы видим, уже не привело. Заключен был договор о создании единой религии, которая, скорее всего, не является светлой какой-то религией, а является больше сатанистской. А вы сами понимаете, что это такое, к чему это все приводит. Вопросы к нам поступают в чат Народного Славянского радио. Если вы еще не зарегистрированы, пожалуйста, регистрируйтесь один раз, приведите логин и пароль, после этого можете бесконечно им пользоваться, переписываться с друзьями, задавать вопросы к нам в эфир. Сергей Альбертович, что-то есть добавить по Рюрику, потому что вот это вот, что он был фараон, сказали, что он как-то там сумел что-то организовать, тоже понятно, но что-то, может быть, еще по самому Рюрику такое скажете, прежде чем вопрос начнем задавать? Ну, я думаю, сейчас, так сказать, полностью описать историю, связанную с Рюриком, его потомками, нельзя. Это надо все выяснять по датировкам, потому что датировка европейских правителей сейчас полностью перебрана. На всяком случае, мы знаем, что все эти люди связаны, и Христос, если был отец и сын, тоже связаны с Рюриками, и европейские правители, мировинки, родственники, или потомки Христа, то есть, в общем-то, все это связано, но это требуется здесь наводить полный порядок, потому что сейчас такая неразбериха, что ошибиться очень сложно, нужно полностью проводить передатировку событий, очень скрупулезно проводить все исследования. У нас снова сейчас заложено, я думаю, постепенно эта работа будет проводиться, и все-таки мы придем к более-менее правильному пониманию, что на самом деле происходило и в Европе, и на территории России. Хорошо бы, конечно, все это узнать, а вообще надо обратить внимание на то, что в разные моменты, в разные трагические ситуации, которые происходили с людьми, приходили те, кого называли мессиями, Христами, ну, Христос, напомню, это Спаситель, и вот известны такие, помимо Иисуса, известны такие, как, например, Гор, Дионис, Митра, и в России известны даже Бог, те, которые приносили знания, те, которые также интересным образом появлялись на свет, которые были распяты в разных местах, примерно при одних и тех же обстоятельствах, которые воскрешали себя или воскрешались кем-то на третий, как правило, день, второй, третий день, у которых было какое-то количество учеников, последователей, то есть, слово Христос, в данном случае, это как общее такое объединяющее, но почему-то вот прижилось именно греческое, что многих смущает, ну, взяли бы, просто Спасители бы назвали, да и все, но дело не в этом, дело в том, что, понятно, история темная, надо ее изучать, надо поднимать какие-то, может быть, надписи, записи, кстати, я думаю, в Ватикане много чего интересного, если покопаться, там поворошиться, можно найти, но так или иначе, давайте уже переходить к вопросам, чтобы не затягивать эфир. Итак, вопрос в эфир от Антона. Здравия, Сергей Альбертович, как вы думаете, проект Жака Фреско, Венера, может прижиться у нас на Руси? Благодарю. Конечно, это хороший проект по созданию вот таких независимых эко-поселений, но что не учитывает проект Жака Фреско, во-первых, он не учитывает вот ту духовную сторону, сторону событий, о которой я сейчас сказал, и он, к сожалению, не учитывает вот те технологии, которые появились со времен Никола Тесла, на самом деле они были известны еще на Ведической Руси, это технология концентрации энергии и действительно создание природной энергетики, создание действительно общества, которое будет жить в гармонии с природой. Вот, к сожалению, это Жаком Фреско не учитывается, а так, если вот это учесть и внести в проекты Фреско, то, в общем-то, это, я думаю, будут вполне хорошие проекты, которые дадут надежду на выживание человечества. То есть, может прижиться, если туда внести некоторые дополнения, которые более будут соответствовать нашим современным видениям и необходимости. Хорошо. Да, безусловно. Хорошо. Путник, вопрос в эфир. Зовут Путника Эдуард. Каков вклад, на ваш взгляд, в религию Сергея Радонежского или Радонежского, кому как нравится? Ну, это человек, который, в общем, предотвратил войну, так называемых христиан и видистов и, в общем, создал новую церковь, которую мы называем церковью Сергея Радонежского. В общем, это был естественный синтез видизма и учения Христа. Другое дело, что Никоновские реформы в значительной степени разрушили церковь Сергея Радонежского, но именно благодаря Сергею Радонежскому, конечно, те междуусловицы и те войны, они в значительной степени прекратились. Вестник Богов. Вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Сергей Эльбертович, произойдет ли, по вашему мнению, в обозримом будущем усиление или ослабление влияния религиозных конфессий на волю и умы людей в нашей стране и мире в целом? Возможен ли обратный переход человечества от религии к юридической вере? Благодарю. Если говорить о глобальном процессе, то глобальный процесс, к сожалению, идет не в нашу сторону, но идет в сторону создания единой церкви антихриста или единой церкви сатаны. Так что, на самом деле, пойдут процессы разделения. И, к сожалению, все будет сопровождаться войнами, столкновениями, от этого никуда не деться. Так что, впереди очень серьезная борьба. Да, да. Хорошо. Следующий вопрос. Эдуард задает вопрос. Сергей Арбертович, что можете сказать о жене Иисуса Христа? Ну, вот, судя по тому, что мы знаем из множества работ, то можно сказать, что она с детьми перебралась вот из Анатолия на территорию современной Галии. И там ученики Христа и Мария Магдалина с детьми создали христианскую церковь. Другое дело, что христовые походы возникли именно против этой новой христианской церкви. На самом деле. Ведь самые страшные события происходили на территории Юга Франции. Были миллионные жертвы. Те же христовые проходы проходили на территории современной Греции, где также прижилась восточная ветвь учения Христа. Так что, видите, христовые походы это походы, направленные на самом деле против христиан и направленные на то, чтобы перенести все христианские события на территорию Ближнего Востока. То есть, для того, чтобы полностью переписать историю и стереть с памяти людей учение Христа, истинное учение Христа. Вот зачем были совершены крестовые походы. Да, то есть, кто-то в этих крестовых походах видел цель просто обогащения, а кто-то имел более высокие цели уничтожения древности и истинного учения, скажем так, да, получается? Да, ну, конечно, как всегда, вместе с какой-то религиозной целью, религиозной идеей идет цель наживы. Это всегда так было. Причем, наживы, это, скорее всего, больше для нищих, которые в эти армии вступают для того, чтобы обогатиться, а вот те высокие цели уничтожения чего-либо духовного, они все-таки идут теми, кто управляет этими нищими. Ну, в общем, да, так оно всегда и было. Да. Дальше, Дмитрий, вопрос в эфир. Сергей Арбертович, есть ли в интернете и где именно фотокопии, рукописи, договоров, фотографий, настенных надписей, выполненные письмом до кириллической и до глаголической, свидетельствующие о существовании древнерусской письменности? Благодарю за ответ. Вы знаете, древнерусская письменность, она проявляется практически везде, на камнях, на геоглифах, то есть на современных изображениях земного шара. То есть изучать ее нужно именно так. Ну, а что касается действительно древних источников, то, к сожалению, на Руси они были практически полностью уничтожены. Основной вклад в это уничтожение внес, как известно, Петр I или Лжепетр I. Ну, а то, что сохранилось, в основном, по-видимому, хранится в хранилищах Ватикана. Вот. И если когда-нибудь это будет оглашено, то это будет, конечно, бомба, которая взорвет все человечество. Ну, здесь мы касаемся еще одной такой скрытой темы. Для многих это Лжепетр, который, как известно, из Великого посольства вернулся не совсем тем, вернее, совсем не тем, кем уезжал. Но это отдельная тема, сейчас не будем ее касаться. Так, Вера задает вопрос. Здравствуйте, Сергей Альбертович. Думается, что мой вопрос, так или иначе, хоть чуть-чуть, но связан с историей религии во всем мире. Разъясните, пожалуйста, что на самом деле входит в такие понятия, как ведьма, ведьмак, колдун, колдунья. Ведь в современной церкви эти понятия приравнивают к нечистым, дьявольским силам. Так ли это? Какое ваше мнение? Благодарю. Ну, знаете, мозг мужчины и мозг женщины устроен разным образом. Здесь речь идет не только о работе полушарий, но еще и о работе такого органа, как шишковидная железа. И женщина, в отличие от мужчины, действительно может настроиться на связь с тонким миром, на связь с Творцом, гораздо более успешно, чем мужчина, тем более мужчина неподготовленный. И вот инквизиция на самом деле боролась с теми, в основном с теми женщинами, которые еще сохраняли ведические знания. Потому что мужчины-волхвы уже были уничтожены, и им пришлось уничтожать последних носителей этого древнего знания, то есть женщин. Вот охота на ведьм связана именно с этим. Ну, а относить ведьм, всех ведьм и всех колбунов к сатанистам, конечно, нельзя. Это совершенно разные вещи. Тем не менее, современные сатанисты и практическая каббала, она действительно основана на черной магии. Так что, а вот так полностью, конечно, как делает современная православная церковь, относить всех этих ведьм и колдунь к сатанистам, конечно, нельзя. Да не то, что нельзя. Здесь противоречит здравому смыслу. Ведь ведущий человек, ведущая мать, ведьма, никогда ведущий человек не будет делать той черной грязи, которая на нее же потом вернется. Известно, что ты в мир дает, что тебе возвращается. Я вот себе не представляю, что я кому-то могу просто так пойти и делать какую-то грязь за деньги или кого-то там приворожить. Ведущий человек никогда не будет делать. Поэтому ведьма и гадость ведущая несоввестима. То же самое, как колдун. Кола Дуньи, где обряды какие-то производят светлые. Так что, да, переборщили немножко, мне кажется, кто так всех гребет по одной гребенку. Хорошо, следующий вопрос от Даниила. Сергей Альбертович, имеются ли у вас научные исследования, доказывающие напрямую или косвенно применение подобия ядерного оружия массового поражения в период войны 1812 года на месте современной Московской области? Да, бережет вас род Всевышний от всех напастей. Благодарю за ответ. Знаете, я считаю, что это было не ядерное оружие, а то, о чем я говорил. То же событие, подобное Тунгусскому метеориту или Челябинскому болиду. То есть, сатанинские силы умеют управлять движением вот таких болидов и направляют их в те места, в общем, которые предназначены для уничтожения большого числа народа. Но, тем не менее, видите, вот этот болид сработал не только против Руси, но сработал в основном, как это ни странно, против французов. Ну, так переправили просто его куда надо, да и все. Возможно, возможно, но я не считаю, что это было ядерное оружие. В общем, все данные не говорят о том, что это было ядерное оружие. Действительно, воздействие, лучевое воздействие похоже, но я уже многократно показывал, потому как передвигались мегалитические постройки, как летали там камни весом в сотни тонн, не раскалываясь, не превращаясь в щебень, что было бы при воздействии ядерного оружия. Так что воздействие несколько другого рода, но я думаю, оно связано в основном с этими болидами, то есть с плазмоидами, которые направлялись на разные территории Земли. Дальше Сергей задает вопрос под ником Сыр Ёжик. Алексей Кунгуров подобно рассказывает про подделывание нашего наследия на примере доспехов, хранящихся в музее и много еще чего, и указывает ссылку на YouTube-видео. Что может добавить на эту тему Сергей Эльбертович? Ну, исследования Кунгурова мне всегда очень интересны. Другое дело, что он, конечно, иногда выходит за рамки разумного рассмотрения гипотез. Вот то же самое, что он сделал по отношению к Петербургу. То есть, говорить о том, что какая-то существовала на болоте высокоразвитая цивилизация, какие-то высокоразвитые города, ну, это, конечно, совершенно неправильно. И цунами. Ведь вы понимаете, по-моему, за 12 лет до основания Питера Лжепетром I произошло наводнение с высотой поднятия более 8 метров. Небывалое наводнение. И действительно, вот те постройки русские и шведские и финские, они были занесены большим слоем ила и песка. Говорили о том, что какие-то цунами были и то, что, скажем, колонны Сапкинского собора лежали там на территории Древнего Питера. Это, вообще говоря, с моей точки зрения, совершенно неправильно. То есть, погорячился Алексей Кунгуров, получается, да? Ну, да, действительно, человек талантливый, наблюдательный. Естественно, таких людей очень часто немножко заносит. Ну, а то, что он указывает на те технологии, при помощи которых колонны эти были произведены, что в те времена этих технологий просто не было. Как показывают, вот примитивные способы подъема при помощи лошадиной тяги, обработка очень чистая, которой не было тогда вручную так не шлифовать и все подобное. Здесь есть какая-то доля истины? Может, на самом деле там что-то не так все однозначно к нам это преподносят? Знаете, я этот вопрос в свое время специально изучал и считаю, что вот те конструкции, которые были разработаны Бетанкором и другими гениальными инженерами, они позволяли это делать. И надо еще учесть тот факт, что Исаакиевский и Казанский и Собор создавались в то время, когда уже вовсю внедрялись паровые машины и с помощью паровых машин происходила обработка гранита. Действительно, ручным способом это сделать невозможно, но в то время уже были внедрены паровые машины. С помощью паровых машин и резали, и шлифовали камень. Это надо учитывать. Так что, к сожалению, этого Кунгуров и его последователи не учитывают. То все-таки технологии были доступны. Да, да, я еще раз говорю, что вот те технологии, которые были в 19 веке, сейчас потеряны. Хорошо, следующий вопрос от Игоря. Был эфир с Андреем Александровичем Тюняевым речь шла об естественных грамотах. Что вы думаете об этих находках и трактовках? Благодарю вас. К сожалению, этот вопрос я специально не изучал и не слушал передачи с Тюняевым, так что сейчас ничего не могу сказать. Хорошо, Игорь. Сергей Либертович, читали вы книгу Светланы Левашовой «Откровение» к вопросу о жене Иисуса Родомира? Да, конечно, читал. Я читал все произведения Левашова и его жены. Так, про Тюняева спросил, вот Ёлка вопрос задает, расскажите про Иегову, свидетеля Иегову, по-моему, самый светлый представитель христианства, всегда его представляла тем, кем в славянской культуре считается Бог Род. Сейчас наткнулась на информацию, что это не так. Так где же правда? Правда в том, что церковь свидетелей Иеговы была создана самыми настоящими сатанистами. Это, так сказать, масонское ответвление, это надо читать историю. Ведь можно говорить и о других церквях, скажем, так называемая саентологическая церковь, о которой тоже многие хвалят. Ведь с кем она была создана? Ронан Хаббардом, а Рон Хаббард это любимый ученик главного сатаниста 20 века Алистера Кроули. Понимаете, вот если изучать все эти истории, то окажется, что все эти так называемые псевдоцеркви это в общем деяние масонства. Да, интересно поворачивается сюжетик. Хорошо, еще несколько вопросов есть. Закончим тогда эфирно, я думаю, на позитивной все-таки ноте. Итак, от Антона. В фильме Джон Картер показаны третьи силы, скрыто правящие и опустошающие ресурсы Земли, планеты, при этом стравливая местные народы. У нас подобная ситуация? Да, в какой-то степени подобная, но преувеличивать действия этих сил, конечно, нельзя, потому что у них нет тех возможностей, которые есть у наших богов. Но, тем не менее, у них есть многочисленные слуги на Земле, с помощью которых и развязываются все войны, все катаклизмы, все революции и так далее. То есть, на самом деле, не надо преувеличивать действия вот этих потусторонних темных сил. То есть, если ограничить их воздействие на человечество, то с ними вполне можно справиться. Так, хорошо. От Владимира вопрос из Матичи. Сергей Альбертович, расскажите, пожалуйста, про проникновение христианства в древнюю деревенскую магию. Как это происходило, зачем и почему? Ну, на этот вопрос я сейчас не могу ответить, потому что я этот вопрос не изучал, но у нас действительно есть целое поколение ведунов, магов, которые еще сохранились в Сибири в основном. А проникновение христианства, я думаю, их не особенно и коснулось. Да, я думаю, со временем много часов всплывет, да и сейчас уже появляется, так что разберемся мы с этими вопросами. Время придет. Итак, вопрос. Михаил Сергей Альбертович, хочется узнать про город Библ. Что можете сказать? Знаете, об этом я читал неоднократно. Сейчас на этот вопрос я точно не могу ответить, надо его специально изучить. Ну и тогда в заключение вопрос от меня, если не возражаете, я вот все вопросы сейчас не принимаю. Очень всегда интересно услышать мнение человека, разбирающегося в разных интересных вопросах. Почему же все-таки столь мощное ведическое, цивилизация не совсем подходит, ну, пускай будет цивилизация, ведический мир так за несколько столетий сумели перевернуть, исказить, уничтожить знания, спрятать знания, перебить тех самых величайших жрецов, волхвов. Как это все было допущено? Для чего это все было допущено? Вы знаете, вот как происходило завоевание Европы крестоносцами или тем же Ватиканом, вот, скажем, на территории Северной Германии, ведь славяне жили совершенно открыто, скажем, двери не закрывали, у них не было врагов, ни о каком рабстве они вообще не знали, да и войн не было, и действительно они встречали гостей с распростертыми объятиями, давали им землю, давали им поселиться, они даже, в общем-то, не подозревали, что существуют силы мирового зла, которые ведут этих людей, вот, к сожалению, вот так происходило, что темные силы, во всяком случае, в Европе победили, вот, действительно, трагическая история. так, так, но ведь боги наши, если уж так верить, всем сказаниям, преданиям, писаниям, это же те, которые создавали этот мир, которые здесь создавали жизнь, которые помогали людям разбираться, как это все было допущено, или здесь была какая-то хитрость, чтобы допустить это с какой-то целью? Думаю так, что боги, они, как бы, в основном наблюдают, дают нам подсказки, но не вмешиваются, потому что у людей должна быть свобода воли. Ну, если человечество само не справится с теми проблемами, то его судьба будет трагической, то есть, они, как говорится, они могут дать нам удочку, но не будут нам во всем помогать, потому что с основными проблемами мы сами должны справиться. То есть, получается так, если у тебя, как говорят сейчас современные молодежи, масло в голове есть, то в этом случае мы тебе будем помогать, но если нет, в очередной раз просто сотрем эту цивилизацию, заново ее построим, богами все это возможно, правильно? Да, да, конечно, конечно, вот весь вопрос только в том, сколько просуществует еще наша цивилизация и в какой степени она будет стерта. В общем, все зависит от нас, так давайте позитивно все-таки, все зависит от нас. Безусловно. В заключении нашего эфира у нас есть хорошая традиция, когда выступающий, говорящий, что-либо желает тем, кто его слушал, что можно пожелать нашему радиослушателям, какие дать напутствия? Ну, я всегда на этот вопрос отвечаю просто ничего не бояться и говорить правду. Если мы не будем бояться и понимать, какая на нас лежит ответственность, то в конечном счете победа будет за нами. Замечательно. Как говорил один персонаж, в чем сила, брат, сила в правде. Да. Ну, хорошо. Благодарю вас за участие, благодарю всех наших радиослушателей. Эфир не столь растянут, как вы привыкли, не три часа. Мы договорились полтора часа, вот как раз сейчас полтора часа заканчивается. От себя добавлю, что все в наших руках. Разбирайтесь со своей историей, ищите, включайте свои пытливые умы, потому что под лежачий камень как вода не течет, так и под лежачий ум знания не приходят. Доверяться богам надо, но знайте, что боги не помогают тем, кто все время рассчитывает на их помощь. Если вы наследники богов, то хотя бы будьте соответственны этому великому знанию и становитесь сами богами. На сим я с вами прощаюсь. Напомню, 20 января 2016 года, среда на дворе по одному из современных календарей, 40-й день месяца, белое сияние, покои мира, 7524-го лета понедельник по одному из старинных календарей. История религии от времен Рюрика такова была тема сегодняшнего эфира. Главный соведущий Сергей Либертович Саль, за что ему низкий поклон. Всего вам доброго, до новых встреч, услышимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова